Всем привет! Я тут с удивлением узнал, что оказывается многие не знают и не понимают, что такое ловля через фигу, что это за прием, как им пользоваться и вообще для чего. Сейчас я вам расскажу. Ловля через фигу это особый прием проводки при ловле русским джигом. Он подходит при использовании мультипликаторных, либо самых обыкновенных инерционных катушек. Применяется он тогда, когда нам нужна особая чувствительность. Например, у нас сильный ветер, у нас толстая леска, у нас грузик сильно ниже теста удилища, либо какое-то сильное течение, либо ветер противоположен течению. При этом способе мы переносим наше тактильное ощущение удилища на наши пальцы. Делается это таким образом. Мы располагаем удилище так, чтобы шнур не изламывался на тюльпане. То есть абсолютно ровная линия шнура была, как от приманки до нашей катушки. И во время паузы в проводке мы чуть-чуть даем натяжение большим и указательным пальцем. Для этого мы удилище берем перед катушкой. Очень удобно, если на удилище есть форк-грид, но если его нет, мы беремся за просто бланк. Делаем проводку. Раз, два, три, четыре. Все. Зажимаем. Почувствовали, что утонуло? Раз, два, три, четыре. Зажимаем. Утонуло. Раз, два, три, четыре. Зажимаем. Утонуло. Раз, два, три, четыре. Зажимаем. Утонуло. Очень часто бывают ситуации, когда поклевки очень нежные. А удилище очень грубое. В таком случае мы можем все эти нежные поклевки очень четко чувствовать на свои пальцы. Даже самое чувствительное удилище мне передает так же информацию, как мы можем снять на своих пальцах прямо со шнура. То есть можно использовать совершенно не джиговые удилища, а абсолютно любые удилища и очень четко, очень точно делать проводку нашей джиговой приманки. Также при ловле с лодки, в случае очень уж сильного ветра, можно просто опустить кончик удилища в воду, и даже сильный ветер не будет нам помехой для нашей чувствительности. Я попробую сымитировать. То есть вот мы забросили, вытянули шнур ровно, и вот так вот опускаем удилище в воду. При ловле с берега это, конечно, невозможно обычно, но при ловле с лодки это зачастую применяется. То есть даже в условиях очень сильного ветра мы можем сохранять нашу тактильную чувствительность. Для этого, конечно, лучше поменять удилища более длинные, там от двух с половиной и больше метров, чтобы можно было не сгибаться, а просто сидя в лодке, спокойно ловить, опустив кончик в воду. При этом же способе можно делать анимацию приманки с подбросами. То есть мы абсолютно так же делаем свои подбросы, и после окончания подброса зажимаем шнур между пальцами. Делали несколько подбросов, зажимаем шнур между пальцами. Делаем несколько подбросов, зажимаем шнур между пальцами. И даже в этом случае, при ловле с перегрузами, например, когда требуется анимация с подбросами Или наоборот, при очень легкой приманке мы будем все очень хорошо ощущать Также такой способ актуален при ловле на какие-то очень легкие приманки при равномерной проводке То есть мы делаем нашу равномерную проводку через пальцы Но очень внимательно Обратите на это внимание, мы не зажимаем вот так шнур Мы не зажимаем его как-то вот так Мы не держим его двумя пальцами А, вот Покажу крупно Мы вот таким вот образом даем небольшое натяжение Но мы должны это натяжение ощущать То есть если у нас шнур не натянут, вот так вот болтается, мы ничего не почувствуем А как только шнур натянется, мы будем все очень хорошо ощущать Вот на натянутом шнуре чуть-чуть То есть, например, показываю равномерную проводку Вот мы делаем равномерную проводку Но поклевки, например, очень нежные И мы делаем ее через пальцы То есть мы не зажимаем вот так сильно Мы просто накладываем большой палец сверху, а указатель чуть-чуть снизу И любая, даже самая тонкая поклевка окунька или какой-то другой мелкой рыбы Будет очень хорошо ощущаться Даже касание мелкой рыбы вашего шнура будет очень хорошо ощущаться Например, при проводке через стаю какой-то мелкой рыбы Леща или еще чего-то Например, мы ловим судака в леще Такое часто бывает Мы делаем проводку И таким способом, ловяя через фигу Мы ощущаем каждое движение, каждое касание приманки И можем отличить Это была поклевка или это был задев В общем, это очень эффективный, очень хороший способ Которым я часто пользуюсь Дезинерационная катушка вам такого совершенно не даст И очень часто, может быть, при пассивном клеве Или в плохих погодных условиях Вот этот способ даст вам возможность ловить тогда Когда остальные люди Кто таким способом не пользуется ловить безинерационной катушкой Будут сосать чупа-чупся Если вам интересна тема байткастинга Нравится то, о чем я рассказываю Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал Дело в том, что только тогда мои видосы будут продвигаться И больше людей узнают ту информацию, которую я до вас доложу И раньше смогут освоить байткастинг И составят нам компанию на водоемах Спасибо Ну вот и все Вроде бы я все рассказал Если есть какие-то дополнительные вопросы, спрашивайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok